Чи выгодна россиянам громадянская война? Про это я не лишь поговорим с гостем. Это Марк Фейгин, российский политический громадский деятель. Марк, приветствую. В России начался суд над Азовцами, 22 человека, 8 из них это девушки, женщины, которые куховарили в Азовстале. Как вы считаете, не случайно ли именно сейчас началось вот это судилище? Ну, они же вообще говоря, историю с защиткой Азовстали, они же в разных направлениях пытались использовать. Там были иностранцы, помните, как их меняли, их выторговывали, как-то за них просили много чего. Там посреди даже Роман Абрамович оказывал в передаче британских, например, двух лиц. Потом, если вы помните, они хотели открытый процесс проводить, чуть ли не в самом Мариуполе. Там готовили ДК какой-то под это вот все. Потом от этой идеи отказались, тем более, что там им они кричали, что грозит чуть ли не смертная казнь. Но сейчас-то они включили эти области в состав Российской Федерации. Формально, формально смертной казни в России нет. Хотя мы понимаем, что все это очень условно. Но я думаю, что это ошметки уже, так сказать, от прежних методичек, от прежних планов каких-то масштабных. Сейчас я бы не сказал, что эти суды, они играют большую роль. Ну, как бы в Украине осуждают российских военнослужащих, там, летчик, других. Вот периодически появляются информации за убийство и так далее. Ну, и вот они отвечают тем же. Чтобы, в общем и говоря, в дальнейшем попытаться обменять. Я думаю, для этого это прежде всего делается. Понятно, что это неравноценные абсолютно обмены. Но, тем не менее, они это делали для того, чтобы у них тоже был резерв, запас такого вот. Каким образом они хотят увести угол внимания от того, что сейчас происходит в той же Белгородской области? Вы знаете, им это не удастся. Потому что процессы сейчас в России идут, вы не представляете. Каждый день людей сажают, дают немыслимые сроки. Я не думаю, что им это удастся. Если даже они этим и руководствовались, то это абсолютно ничтожный повод, который мог бы отвлечь сейчас внимание от собственной войны, от каких-то событий с проникновением тех же РДК или других на территорию Российской Федерации. Я не думаю, что это поможет. Все-таки война уже давно длится. 15 месяцев, 16 месяцев идет. И всякое уже видывали. Поэтому судом сильно внимания уже не отличешь. Надо что-то более масштабное. Да, но война на территории России не так долго длится. Поэтому внимание отвлечь от происходящих процессов в России, собственно говоря, может ли одна из ключевых задач. Это западные аналитики говорят, что Россия осталась там 6 месяцев в нынешнем состоянии. Потому что войска деморализованы, население на антидепрессантах. Ну а потом развал, капитуляция, бедность. Как вы склоняетесь? Такая точка зрения имеет место быть? Ну, мне сложно говорить о сроках. Сложно говорить о сроках. Потому что все-таки в значительной степени эти последствия могут уступить в результате контрнаступления украинских вооруженных сил. Если оно действительно в течение месяца-двух будет идти успешно. Ну, условно говоря, возьмут Мелитополь, Мариуполь. Отрежут фронты южный и восточный. И с перспективой, собственно говоря, дойти до перешейка, то я вам скажу так, что да, любые последствия такого рода прогнозируемы. Насколько они будут стремительно нарастать. Но это отдельный вопрос. Потому что ведь всегда важно, как они конвертируются на внутреннем контуре, внутри самой России. Действительно, там дезертиры, проблемы с Пригожным и ЧВК Вагнер, с их фронтой по отношению к Министерству обороны и фактически верховной власти. Разного рода факторы, которые могут влиять на социальную и экономическую ситуацию и так далее. Если они соберутся вместе, то да, такой прогноз уместен. Понимаете, но уже война идет достаточно долго. И многое из того, что уже происходило, например, мобилизация, могла и должна была вызвать какое-то возмущение. Потому что людям умирать как-то не особо хочется не так, чтобы расположены. И тем не менее, этого не происходило. Так что мы всегда оставляем частью за то, что это все может пройти более гладко для нынешней власти. Хотя, повторяю, да, проблемы нарастают. И само по себе контрнаступление одна из очень грозных этих проблем. Марк Прилепин в одном из своих первых, после неудавшегося, для нас неудавшегося подрыва, он заявил в интервью, что они нас уничтожают, имея в виду украинцев. Отдайте им Крым, иначе они дальше начнут нас уничтожать. Как вы думаете, вот это его изменение позиции, это изменившаяся методичка или это его новая позиция личная? Сложно судить, насколько это он от себя. Ну, наверное, от себя, потому что он и сам является теперь уже и отчасти жертвой этого всего. Хотя, опять же, он преступник. Его взрывали не потому, что он писатель. Вот эта попытка там перевести в сторону его занятия литературно-творчеством со всеми его идейными, значит, соображениями, это не об этом. Он говорил, как он убивал украинцев, создав подразделение в рамках ДНР и ЛНР. Его за это убивали. Пытались его, собственно, ничего. Так что тут, вы знаете, это общее сейчас. Это общее сейчас. Не только Прилепин, посмотрите, что говорит Затулин, который один из главных протагонистов войны в Украине. Что говорят некоторые из пропагандистов, что допускают на центральных каналах в качестве тезиса о том, что, ну да, войну надо прекращать и какая цена у этого. Есть понимание о том, что эта война так долго идет не только потому, что российская армия не в состоянии победить, но еще и потому, что в состоянии сдерживать этот натиск. А то и перейти в контрольную суверенцию и выгнать с территории Украины сами украинские вооруженные силы при помощи Запада, конечно. А почему нет? И это понимание, оно, безусловно, присутствует. Говорить о том, что они все поголовно считают, что завтра фронт развернется и они опять дойдут до Киева. Чего? Какими силами? Как вы дойдете? Чего не хватало до этого, когда вы говорили с декабря месяца, начиная с 22-го года, что начнется контрнаступление и оно будет уничтожающим для вооруженных сил Украины, для Украины центральной, западной и так далее. Ничего из этого не произошло. И не предвидится, что произойдет. Ниоткуда взяться этим резервом. Что китайцы приедут за вас воевать? Не приедут. И значит, уже начинаются разговоры о том, на что мы тратим тогда десятки тысяч жизней военнослужащих, бывших обывателей, которые отправляются на тот свет просто так, без ничего. Чтобы удерживать территории, которые, возможно, удержать невозможно. Которые, скорее всего, вернутся. Ну, например, Бахмут. Вот там положили по разным оценкам. Пригожин говорит 20 тысяч, кто-то говорит 60 тысяч. Байден говорил о 100 тысячах, но он, возможно, имел в виду все потери. И что? А если Бахмут обратно возьмут? За что вы тогда уложили эти жизни? Ради чего? Что такого в Бахмуте, что надо было такую цену заплатить? Ну, и потом примеривают на себя. А что, если продолжится мобилизация частично? А что, если снова будут забирать? Значит, еще кто-то попадет под этот молох. Поэтому эти настроения будут нарастать. И главное, но, повторяю, причина неуспеха, это понятно, но и длительность, долгота всей этой операции, на которую, в общем, Москва не закладывалась. Марк, а вот то, что с 1 июля все добровольческие воинские формирования, они должны будут перейти в ведение Министерства обороны. И если кадыровцы сказали, есть, и уже там, то тот же Пригожин, он пытается громко хлопнуть дверью и стукнуть ножкой. Как вы думаете, он использует ситуацию для того, чтобы уйти со сложных участков фронта, или он чувствует, что его политическая карта уже бита? Ну, я думаю, что это вообще все задумано для того, чтобы ликвидировать, по сути, ЧВК Вагнер. Это все придумано Министерством обороны, понятно. Он сразу среагировал на объявление о том, что до 1 июля все должны подписать контракты с Минобороны. Мы понимаем, что это утрата субъектности ЧВК Вагнера. То есть, если вы подчиняетесь Министерству обороны, то оно и управляет солдатами, которые подписали контракты. Там, наверняка, есть пункты о прямом подчинении, а не каких-то там опосредованных. Да, и он понимает, что это все затеяно против него. Он прокомментировал приказ Шойгу, мы, говорит, не будем ему подчиняться. Вчера, да, когда там, позавчера Путин встречался с военкорами, и там он заявил Путин, что да, он поддерживает эту инициативу, это ради обеспечения социальных гарантий и так далее, лиц, участвующих в так называемой специальной военной операции. То есть, это уже на самом верху согласованный план. Не то, чтобы это делает Шойгу, который есть основания ненавидеть Пригожиной и желать его и смерти, и всего остального. А Путин-то, Путин-то вроде бы как арбитром выступал между этими силами. А теперь он взял сторону Министерства обороны. Да, никаких ЧВК по поводу вопросов правового регулирования таких компаний. Он ответил, нет, вот мы сейчас приказом их всех внутрь выбираем, интегрируем в Министерство обороны. Конечно, это не устраивает Пригожиной. Его устраивало, что ему платились деньги из бюджета, так сказать, по линии Министерства обороны. Но не устраивало подчинение Министерства обороны. А сейчас это все универсализируется. Это все встраивается в единую систему управления. И в данном случае никто по блаженному давать не будет. Ну, скорее всего, все-таки отводы с фронтов были связаны с потерями. И отсутствием пополнения необходимых количеств для того, чтобы ЧВК Вагнер сохранял ту же эффективность, с которой он действовал в Бахмуте, в других местах на этом же направлении. Но, с другой стороны, я вполне могу допустить, что Пригожин, конечно, хочет сохранить хоть что-то для того, чтобы защищать себя. Потому что, оставаясь на фронте, мы же понимаем, что эти оставшиеся, по-разному, 15-20 тысяч участников контрактов ЧВК Вагнера могут израсходоваться, не знаю, за месяц. И что тогда? Кто будет защищать Пригожина? Он будет просто, так сказать, обычным бизнесменом, занимающимся кейтерингом. Я думаю, это соображение он тоже руководствуется, безусловно. Марк, ну а если говорить о других боевиках, о тех же Кадыровцах, вот эта история с убийством, ранением, исчезновением Далимханова, почему она, в принципе, могла возникнуть? Почему такие версии были? Откуда? И вообще, на что это похоже? Ну, вы знаете, мы не раз были свидетелями, что сам Кадыров какие-то фейки запускал. Вот, он любит такое. В данном случае тут может много версий и объяснений быть, но одна из реальных, она в том, что действительно какой-то удар был нанесен по Приморску, по базе Ахмат. Я допускал его. Ну, во-первых, каждый день наносится под каким-то базом какие-то удары. Тут он целый генерал Горячев погиб, генерал-майор, то есть начальник штаба армии. Могли, могли. Но попали ли они в Далимханова и был ли он там находился, это загадка. Потому что кто-то опубликовал какой-то источник в украинских СМИ, это подхватили, подчеркиваю, не только западные украинские СМИ, паблики разного рода, но это подхватили и российские СМИ. Там и ТАСС об этом говорил, там из Госдумы информация, что он ранен, телеканал «Звезда», это же тоже для них как бы, ну, эпик фейл, да, если они такую информацию непроверенную публикуют без фактчекинга. Ну, им-то проще проверить. Это в украинской стране сложно позвонить, узнать, в какой больнице лежит раненый Далимханов. Ага, у них-то нет таких проблем. И почему же они тогда опубликовали эту информацию? Почему они поддались, повелись на этот развод? Кадыров это все придумал? Ну, тогда это... Как получается? Кадыров, значит, занимается провокациями такого рода. Это тоже, ну, им наплевать на украинские СМИ, на еще какие-то, но российские-то СМИ в этой системе не должны вовлекаться в качестве петрушек. Поэтому, похоже, что тут какой-то комбинация случайностей, вот, информации, которую потом использовал Кадыров для еще большего усугубления. То есть, вот этот пост о том, что я обращаюсь к военной разведке Украины. Ну, видимо, Гурмол исчедренно гражу, или там, как-то обещают, почему ты обращаешься к украинскому роду, почему она должна заняться еще на оккупированных территориях и так далее. Так что, я полагаю, здесь действительно имеет место набор случайностей, но который использовал Кадыров для того, чтобы это все публично раскрутить и попытаться выставить в каком-то свете украинские источники. Может быть, это ответ какой-то на, в кавычках, убийство Залужного, знаете, ему там трепанацию черепа делали, что тоже комментировали там, от Пригожина до Нарышкина. Понимаете? Ну, вот они решили, что мы вот так вот отомстим, что подставим в надежде, что Деремханова убили, все, значит, будут обсуждать, разговаривать, а он на самом деле жив. Но на самом деле, к сегодняшней минуте все еще не показали живого Деремхана. Показали какую-то странную видеозапись, где они над картой стоят. Да, а что на самом деле, так мы и не знаем. Может он быть ранен был, да, может. Просто если он умер или погиб, да, ну вы понимаете, ну сколько его это можно скрывать? А потом зачем? Ну хорошо, ну погиб, ну что ты теперь делаешь? Ты что будешь пластическую операцию делать, за него выдавать какого-то другого человека? Ну, с адиотизмом, согласитесь, ну как бы, а как это? Поэтому я думаю, что, наверное, он жив, но может быть в каком он состоянии, никто не знает. Ваше всего мы не знаем. Марк, я хотел с вами еще обсудить военные действия на территории Белгородской области и все, что развивается вокруг наступления там РДК. Поговаривают, что ситуация неопределенности выгодна в том числе и Путину, потому что так в любой момент он может объявить военное положение, закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, но ключевой в этом он может отменить выборы. И 2024 года, поскольку при нынешнем положении дел, при нынешнем наступлении вооруженных сил Украины победы Путину точно не видать, а вот без победы удержаться у власти он через выборы точно не сможет. Смотрите, что касается выборов, вы понимаете, нужно понять, что никаких выборов нет, это фактически просто объявление процедуры и немедленного результата. За него 90% условно проголосовал. Но сама ситуация политическая, окончание одной власти, начало следующей, ну, каденции, да, это, конечно, соблазнительно для каких-то сил противопостоящих Путину, если они есть в аппарате власти, там, в широком смысле, да, которым не нравятся все продолжения войны, они страдают от этого, но это используется как предлог, безусловно. И хотел бы Путин перенести, чтобы вообще ничего не было, и не надо ни выборов, ни какой заботы, ни регистрации, ни кандидатов, ни голосований, ну, может быть, он и планы такие и строит, и наверняка они обсуждаются под каким-то предлогом. Белгородчина ли для этого используется, сама по себе война в Украине, еще какие-то факторы, это уже вторично, то есть они, в принципе, если захотят, то они это сделают, а возмутиться некому, выступить против этого некому. Но я все-таки склонен думать, что они проведут, во-первых, очень точные выборы, вот, введение военного положения или там всеобщую мобилизацию, тут тоже, понимаете, но, честно говоря, поводов специально искать им смысла нет. Они это сделают в случае, если действительно контрнаступление будет развиваться быстро и успешно. То есть, ну, вот, в течение месяца будет достигнут результат, ну, не знаю, Мариуполь, подойдут к Мариуполю, ведь же не обязательно в Мариуполь заходить. Там же уже много раз было сказано, что никто штурмовать Мариуполь по второму разу не станет. Его окружат, а там внутри, как в мешке, ни подвоза, ничего, и что? Там либо выходить, либо покидать, либо что? То есть, вполне может случиться так, что города обойдут крупные, а все коммуникации перережут. Ну, вот и все. Это тоже плохо, и обезопаситься от этого, ну, как, можно только сдержав контрнаступление. А они до конца не понимают, какими силами распорядка Украина при помощи, конечно, западных союзников. И поэтому прогнозировать им сложно, что будет происходить дальше. Ну, а во внутреннем контуре, то есть внутри России, вы понимаете, там ситуация внешне выглядит стабильной, но на самом деле, безусловно, там бушует огромная, так сказать, дискуссия внутренняя, внутренне сдавленная между олигархами, между разными чиновниками, а как вообще дальше действовать, и сколько мы выдержим, и что, и как. И нам это всем не нравится, мы под санкциями. Ну, то есть, это, безусловно, есть. И вот эти прорывающиеся записи, аудио, да, которые мы слышали там, они, в общем, отражают общее настроение. Это не то, что вот Фархад Ахмедов с Пригожиным-2 на эту тему бесит. Там в любом салоне, в любом гостиной эти разговоры идут. И я повторяю, это прорывается даже в словах разных функционеров, вот Сатулина. Болотную же это пока не может превратиться? А это не будет болотную, это будет аппаратная революция, это внутренний вопрос. Что давайте как-то сделаем так, что на Путина всех собак повесим, это один вариант. Посадим Мишустина, главу правительства, который вроде как формально за войну не отвечает. Он же глава правительства, хозяйственно-экономическая деятельность. Или, например, давайте убедим Путина, что нужно отойти в сторону, в бок и не мешаться. Пока мы как бы попытаемся преодолеть последствия всего, что произошло. Ну, разные варианты, но наверняка они обсуждаются как-то, в каких-то средах обсуждаются. Безусловно. А как на это может отреагировать Запад, как думаете? Запад согласится. Запад согласится, потому что его устроит любой, кроме Путина, даже выходец из аппарата, из систем. Он их устроит, они доведут по-другому свою цель, достигнут их по-другому. Они додавят свое, однозначно, но другими средствами, не обязательно военными. Поэтому их устроит любой вариант минус Путина. Украины, наверное, нет, потому что это чревато повторением. А для этого нужно, значит, и отогнать российские войска к границам 1991 года, ну, официальным границам Украины, международным признанным. Нужно вступить в НАТО, нужно вступить в ЕС, нужно привезти американские базы, натовские базы на территорию Украины, чтобы себя загородить, ну, по линии границы и так далее. Нужно очень многое сделать по части реформирования армии тоже. Вот, ее, какую численность оставлять, сколько денег надо на нее тратить, ну, такие вещи. Ну, и, конечно, попытаться решить проблемы с нависанием, там, со стороны Террасполя на Одесскую область, вот этого контингента, со стороны Беларуси надо уже решать, там, теперь ядерное оружие. То есть это все комплекс вопросов. Ну, а вы думаете, что Лукашенко просто бряцает, или он все-таки, у него есть возможность, хоть какая-то минимальная, но возможность использовать ядерное оружие? Ну, это вероятность никогда не нулевая, учитывая, что если ракеты переданы, он заявляет, что они переданы, и у нас нет оснований думать, что это не так. Он может что-то преувеличивать, что-то не так трактовать, но в целом, я думаю, что он действительно обладает этими средствами, на мой личный взгляд. Вот, я думаю, что не только Украине, и НАТО, и всем остальным странам Запада, а те, кто граничит Польшу, страны Балтии, им, конечно, нужно забыть о этой проблеме. Это серьезная проблема, ее надо решать. Марк, благодарю за разговор, спасибо. Марк Фейгин, политичный громадский деяч, был на прямом звездку из нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова